Вот это тот роллер, который постоянно присутствует в моей жизни. Вот вы должны понимать, что вот такой роллер, он тоже выстрадан. Выстрадана его конструкция. Вот я говорю, надо учиться на понятиях, которые сформированы уже теми, кто совершал ошибки. И вот конструкция вот этого роллера, вот сам роллер, материалы, форма, продуманность, вся она пошла именно от ошибок. И вот мы говорим, что ролик, да, есть, вот надо прокатать, кругом массажисты, там тренеры говорят на вот таком, но я с чем сталкивался? Приходит ко мне посетитель нашего зала и говорит, вот вы советовали валик? Я говорю, катался, ну да нет, ничего мне лучше не стало. И когда начинаешь выяснять, а это, да, это валик, но он какой-то там пластмассовый. Бог знает какой, а их очень много конструкций. И неизвестно, кем они разработаны, с какой целью и так дальше. Но вот такой вот валик, роллер, вот я вам его уже показывал всячески, вот это результат разработки уже спортсменов, которые всячески нахлебались в своих травм, которые очень много времени посвящали для своей реабилитации, а в дальнейшем уже и для профилактики. А так как в основном реабилитацией, профилактикой занимаются мануальщики, то ходить к ним или иметь рядом с собой, это достаточно накладное удовольствие. И поэтому они изобрели вот такой вот рамблероллер. Вот чем отличаются? Вот они пластмассы, вот видите, он как трактор, да? Ну вот смотрите, вот я давлю на шип, вот видите, с каким трудом. То есть твердость вот этого шипа, вот такой прорезиненный, она примерно вот как твердость пальцев мануальщика. То есть твердость между костями и мышцами. И высота вот таких вот шипов, она достаточно для того, чтобы продавить поглубже ваши мышцы. И вот такой вот роллер, вот и как раз отбирает работу у мануальщиков. Субтитры создавал DimaTorzok